Здравствуйте, это новости на телеканале Хаба. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Также по этому делу фигурируют другие должностные лица всего 21 человек. Помимо этого Серику Ахметову предъявляются получение взятки в особо крупном размере. Все обвиняемые преданы суду, говорится в распространенном сообщении. Очередное массовое отравление детей в Североказахстанской области. 11 воспитанников детского лагеря «Заря» сейчас находятся в больнице. Накануне 17 детей и трое сотрудников лагеря были госпитализированы. Сейчас шестерых выписали. Напомню, это уже второй случай массового отравления в Североказахстанской области за последние три дня. Первый инцидент произошел 10 июля в оздоровительном лагере «Серебряный бор». Сначала в больницу с отравления попали 36 детей. Позже их число возросло до 60 человек, затем до 83. В эти минуты наш корреспондент Нургуль Ахметова находится на совместном брифинге Акимата области и Агентства по защите прав потребителей. Нургуль, что говорят власти, есть ли информация, кто понесет ответственность и, главное, как чувствуют себя дети? Да, Салтанат только что перед журналистами выступил руководитель департамента по защите прав потребителей. Марат Жексебин, он сообщил, что в Ирталовском районе в частном лагере «Заря» отдыхали 54 ребенка, из них 35 – это дети из Астаны и 19 – это дети из малообеспеченных семей Кокшетал. В ночь на 11 июня 22 человека из этого места отдыха увезли в больницу, и по одной из версий дети могли отравиться куриным мясом. Они употребляли его на ужин, и эта продукция в итоге оказалась не сертифицированной. По второму случаю в лагере «Серебряный Борг» из Ужарского района сейчас также проводится проверка, и только что нам сообщили, что источником отравления мог стать сотрудник пищеблока. Сейчас идет проверка. И я отмечу, что после фактов массового отравления в этих двух лагерях прокуратура дала разрешение на проверку всех детских оздоровительных учреждений региона, а сами же дети, как нам только что сообщили, чувствуют себя уже лучше, и почти половина из них выписалась из больницы. Пока все, Салтанат, но мы будем следить за развитием событий. Спасибо большое. На прямой связи была Нургуль Ахметова из Петропавловска. Мы продолжаем выпуск. В Таразе возбудили уголовное дело против женщины, жестоко избившей собственного сына. Любительское видео пострадавшего 7-летнего мальчика, которому посторонние люди оказали помощь, накануне было размещено в интернете. Полицейские установили личность его матери и начали досудебное расследование по факту избиения. Выяснилось, что ранее она не привлекалась к какой-либо ответственности на учете в специальных медицинских учреждениях. К ней состояло. В отношении ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас он находится в центре адаптации. По факту возбужденного уголовного дела по ст. 140, ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, не надлежащие исполнению родителям, обязанности по воспитанию и за жестокое обращение с несовершеннолетиями. За такое преступление предусмотрено наказание от штрафа в размере до 300 месячных расчетных показателей или до ареста на срок до 75 суток. Сегодня нарушения прав детей встречаются, к сожалению, нередко. Только за прошедший год в Национальный центр по правам человека поступило более 80 заявлений. Наибольшее количество обращений поступает от родителей опекунов. Однако иногда жалуются и сами дети или уполномоченные по правам человека, по правам ребенка. Чаще всего в таких обращениях речь идет о выплате алиментов. Также в заявлениях выражают недовольство социальным обеспечением, образованием или жилищными условиями. Вопросы насилия в отношении детей входят лишь в десятку официальной статистики. Всего четыре обращения за прошлый год. Однако, по мнению экспертов, реальная цифра могла бы быть намного больше, если бы все жертвы насилия могли открыто заявлять о своих проблемах. Вот такие вопросы, они, конечно, очень сложны для решения, поэтому здесь необходимо подключаться и государственным органам, органам опеки и попечительства, значит, местным органам государственного управления. Каждый случай он индивидуален. И дать какой-то рецепт на все случаи жизни, что делать, значит, трудно. Но, по крайней мере, молчать нельзя. Должны об этом дети говорить, должны об этом взрослые говорить. И каждый должен, значит, ощущать ответственность за воспитание ребенка. К новостям в мире. Число погибших в результате обрушения здания казармы в Омске достигло 23 человек. Об этом сообщает российский источник Ньюсру. В момент происшествия там находились более 300 военнослужащих. Около 20 пострадавших доставлены в больницу. 12 в крайне тяжелом состоянии. Их планируют транспортировать в госпитали Москвы. Трагедия произошла из-за обрушения крыши и стен учебного центра воздушно-десантных войск. Причины обвала пока неизвестно. Ведется следствие. Известно, что сейчас из-под завалов извлечены все пострадавшие. Сообщается, что поисково-спасательные операции на этом завершены. По меньшей мере, 35 человек погибли. Еще 100 получили различные ранения в результате серии взрывов в Багдаде. Теракты произошли в шиитских районах города. Зарвались заминированные автомобили. Еще в двух случаях действовали террористы-смертники. Ответственность за нападение пока никто не взял. Органы безопасности считают, что за взрывами стоит террористическая группировка Ирака и Леванта. Ее боевики захватили часть страны и регулярно совершают нападение в Багдаде. Их жертвами чаще всего становятся мирные жители. Разрушительными назвали греческие власти предложения Еврогруппы по решению долговой проблемы государства. Особое их недовольство вызывает возможность выхода страны из зоны евро на пять лет. Напомню, эта идея принадлежит Вольф Гангушой, блин, министром финансов Германии. Он один из самых жестких критиков в отношении предлагаемых властями Греции мир. Ранее также стало известно, что Еврогруппа требует от Афин до 15 июля провести через парламент решение о реформе пенсионной системы и повысить налог на добавленную стоимость. На Всемирной универсиаде в Кванджу сборная Казахстана в общем зачете поднялась на 10-е место. В ее копилке 6 золотых и 4 бронзовые медали. Чемпионом универсиады стал и прыгун с шестом Никита Филиппов. Казахстанские легкоатлеты внесли весомый вклад в общий успех нашей команды. Триумфальным выступлением отметилась Виктория Азябкина, которая сначала выиграла спринтерские дистанции на 100 и 200 метров, а затем в эстапете 4 по 100 метров также завоевала высшую награду. Отметим, что Виктория – ученица знаменитого наставника Любови Никитенко, которая подготовила олимпийскую чемпионку Ольгу Шишикину. Еще одну золотую медаль выиграл тейквондист Нурсултан Мамаев. В финале он одержал победу над Руи Браганко из Португалии. Соревнования продолжаются. Я думаю, что задача была у них поставлена 5 золотых. Я сейчас вижу, что уже шестую золотыми имеем. Поэтому есть определенный успех. И это все благодаря развитию медальонных видов спорта. И здесь я хочу сказать, что нам больше надо развивать такие виды, которые и внимание уделять, как легкая атлетика, плавание, гребли на байдар в каное. Ученые из Оренбурга намерены заимствовать казахстанский опыт межнационального согласия. Сегодня в Астане казахстанские и российские коллеги обсудили реализацию президентского плана нации «100 конкретных шагов». Инициативы, предложенные главой государства, считают специалисты, не только укрепят идентичность народов, но и создадут условия для формирования целостной гражданской общенности в двух странах. Отечественная модель мира и согласия, по мнению российских ученых, доказала свою эффективность. Гости намерены увеличить обмен студентами в приграничных регионах, а также чаще приглашать для творческого обмена коллективы из Казахстана. Также их заинтересовала практика создания кафедры Ассамблей народа Казахстана в ведущих казахстанских вузах. Именно там преподают основы толерантности, изучают культуры этносов. Все это позволяет формировать единую нацию с общими ценностями и интересами, без разделения на большие и малые народы. Здесь создаются условия для сохранения языка, культуры, этносов. Это мы видим. И ту большую работу, которую проводят Ассамблеи народа Казахстана. И я считаю, что за этими институтами гражданского общества, как Республики Казахстан, так и в Российской Федерации, большое будущее. На супервеломногодневке Тур-де-Франс прошел девятый этап. По его итогам желтую майку лидера общего зачета продолжает удерживать британец Крис Фрум и из команды Sky. Ну а лидер Астаны Винченца Нибали пока располагается на 13 месте. Дистанция в 28 километров пролегала по холмистой местности. В этой дисциплине велогонок первостепенную роль играет слаженность командных действий. В этом аспекте лучше всех проявили себя гонщики американского клуба BMC. У них лучший результат, лишь на секунду хуже. Проехала команда лидера генеральной классификации Криса Фрума. Третье время у испанского мувистара. Но Астана заняла пятое место на этапе в общем зачете после девяти этапов. Лидер нашей команды Винченца Нибали идет 13-м с проигрышем Фрума в 2 минуты и 22 секунды. В Лондоне завершился уимблдонский теннисный супертурнир. В финальном поединке сошлись две знаменитости серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Первая партия прошла в упорной борьбе и в итоге ее увенчал тайбрейк. Вверх взял лидер мирового рейтинга Джокович 7-6. Но Федерер отыгрался во втором сете, причем по аналогичному сценарию на тайбрейке 7-6. После чего разразился дождь и финал был прерван. Ну а когда игра была возобновлена, картина на корте существенно изменилась. Видимо, перерыв пошел на пользу первой ракетке мира. Джокович заиграл мощнее и взял две партии подряд 6-4 и 6-3. Таким образом, Новак Джокович стал чемпионом вимблдона 2015 и укрепил свои позиции во главе мирового теннисного рейтинга. Напомним, лучшим достижением казахстанцев на прошедшем турнире в одиночном разряде стал выход Зарины Диас в четвертый круг соревнований. К этому часу у нас все. Ищите новости на сайте хабар.кз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин